Программа «Указывая путь» с доктором Майклом Юсефом. В 2008 году наше поколение испытало на себе, что значит испытывать финансовую незащищенность. Мы росли с осознанием нашей финансовой безопасности. Безопасность, безопасность и еще раз безопасность. Мы часто слышали это слово, но далее, в 2008, многие основательные финансовые учреждения с более чем 100-летним опытом, с капиталом более 60 триллионов долларов, разорились за одну ночь. Банки разорились. Люди потеряли свои незастрахованные вложения. Во всем этом, когда люди спрашивали, куда мне делать вложения, куда можно делать вложения безопасно, где найти это надежное и безопасное место, сегодня вы узнаете, где располагается самое безопасное место для вложений во всей планете. Прежде чем я начну, вы должны понять, что согласны вы или нет, признаете вы это или нет, ваше самое драгоценное вложение — это ваша душа. не несколько долларов, которые Бог вложил в ваши руки, и то, куда вы вкладываете это самое ценное имущество, и влияет на этот мир. Будете ли вы жить в борьбе или в мире? Живете ли вы в безопасности или в страхе? Живете ли вы в уверенности или нет? Будете ли вы жить в радости или нет? Живете ли вы спокойной жизнью или беспокойной? И наш Господь Иисус знал, где было это самое безопасное место на земле. И когда пришло время ему самому вложить во что-то свою душу, он вложил ее в руки своего Отца, когда Давид молился в 22-м псалме. «Этот псалом мы все любим, поем, даже дети знают его. Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться». Он понял, что его полная безопасность в руках Господа. Он был уверен, что Господь усмотрит все его материальные нужды. Он доверял, что Бог даст мир его эмоциям. Духовно он покоился в восстанавливающей силе Бога и Его мощи. Этически он знал, что Бог будет вести его по мере необходимости. Во время кризиса Бог даст ему надежду. С точки зрения вечности он был уверен в своей позиции на небесах. И шестое утверждение креста — это молитва, которой дети молились сотни раз. Она пришла к нам из Библии. «И вот теперь ложусь я спать». Господь хранит мой дух во сне. «Если больше не проснусь, прошу забрать меня к себе». Шестое утверждение на кресте говорит об уверенности Иисуса в Своем Отце. Мы рассмотрели пять удивительных утверждений на кресте, которые сказал нам Иисус. Сегодня мы обратимся к шестому утверждению. Это шестое утверждение было использовано большим количеством людей за последние пять лет. Многие люди, прежде чем они закрыли глаза перед смертью, молились именно этой молитвой. Христофор Колумб молился, «Господь, в руки Твои предаю дух мой». Такой великий человек, как Мартин Лютер, великий реформатор, прежде чем он умер и отправился к Богу, он молился этой молитвой, «В руки Твои предаю дух мой». Томас Мор, которого обезглавил король Генри Восьмой, его последними словами были «В руки Твои предаю дух мой». Бесчисленное множество верующих молились этой молитвой перед тем, как они отправлялись на небеса. «Лука, 23 глава, 46 стих». И также посмотрите 30-й Псалом, и вы увидите, что одно — это исполнение другого. Для того, чтобы понять, что значит это высказывание, всю его силу и влияние, вам нужно поместить себя в то время ко кресту. И если вы внимательно рассмотрите этот момент, когда Господь громко закричал, если вы внимательно посмотрите на эту ситуацию, вы поймете, что это не был вопль поражения, но вопль победы. Этот вопль не означал победу смерти, но победу над смертью. Это не был вопль жертвы, обстоятельств, а вопль Господина обстоятельств. Лука говорит нам, что Иисус возгласил громким голосом, Его голос был громким, по очень ясной причине. Многие, стоявшие перед крестом, громко кричали, унижали Его, высмеивали, поносили Его, высовывали языки, говоря при этом, «Он спас других, а себя Он спасти не может». Что же это за Бог такой? Для них, для тех, кто унижал Его, Он закричал громким голосом, «Отче, в руки Твои предаю Дух Мой». Он крикнул так громко, что ангелы небесные услышали Его, так громко, что бесы в аду пошатнулись, так громко, что толпа замерла на месте. Те, кто изучали процесс пыток на кресте, говорят, что обычно человек умирал только через 48 часов на кресте. Целых 48 часов. А когда они умирали, они умирали тихо, плача, а не с громкими криками. Он умер смертью победителя в сражении. Он кричал, как победитель. Его вопль был воплем триумфа до такой степени, что когда римский сотник увидел это, видя перед этим сотни людей на кресте, сотни людей, умирающих после 48 часов, сотни людей, умирающих с тихим плачем. Но потом он увидел Господа Иисуса, который умирал с криком победителя, и он сказал, «Истинно, человек этот был праведником». Это единственное, что он смог сказать. Это нормально, ведь он не знал, что это был Божий Сын. Этот человек был праведником. Давайте посмотрим на его крик. Господь Иисус умер с криком победы на его устах. Рядом с ним висел преступник, который умер с проклятием. на его устах застыли эти ужасные слова. Но когда умер Господь Иисус, он умер с молитвой 30-го псалма на своих устах. И поэтому я прошу вас обратиться вместе со мной к этому псалму. Давайте посмотрим эти незабываемые стихи и эти удивительные строки, которые были написаны еще за 3000 лет до рождения Иисуса Христа, ведь они гласят «На Тебя, Господи, уповаю, да не постыжусь во веки, по правде Твоей избавь меня. Преклони ко мне ухо Твое, поспеши избавить меня. Будь мне каменную твердыней, домом прибежище, чтобы спасти меня. Ибо Ты – каменная гора моя и ограда моя. Ради имени Твоего води меня и управляй мною. Выведи меня из сети, которую тайно поставили мне, ибо Ты – крепость моя». А далее просто подчеркните этот стих вашей Библии «В Твою руку предаю дух мой». «Ты избавлял меня, Господи Божий истины». Дорогие, вы не должны забывать, что каждое из этих семи утверждений либо исполнение ветхозаветных пророчеств или отражение информации о кресте. Я хочу четко показать этого в первом утверждении, когда Иисус сказал «Отче, прости им, ибо они не ведают, что творят», это исполнение Исаии 53 главы 12 стиха. «За врагов своих он сделался ходатаем». Далее мы видим, что рядом с ним умирает кающийся грешник, и он дает ему уверенность в спасении. Он говорит «Сегодня ты будешь со мною в раю». Это было исполнение написанного в Евангелии от Матфея 1 главе 21 стихе. «И наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их». И когда он посмотрел на мать свою и сказал «Женщина, это твой сын», это было исполнением пророчества Симеона в Евангелии от Луки. Далее, когда он взывал к отцу, и тьма полуночи обуяла свет полудня, «Боже мой! Боже мой! Для чего ты оставил меня?» Это исполнение 21 псалма 1 стиха, когда он кричал «Жажду!». Это было исполнение Псалма 68, 22 стиха. «И в жажде моей напоили меня уксусом». В божественном плане была предсказана каждая деталь креста. Зачем Бог сделал это, предсказывая все детали? Он знал, что придут люди, которые скажут, что распятие было просто горькой случайностью судьбы. Но это не так. Бог хотел, чтобы мы были уверены, что распятие не было случайностью. Это не ошибка, не проигрыш. Это не печальный конец чьей-то жизни. Миллион раз нет. Иисус был единственным в своем роде рожденным для смерти за каждого из нас, за вас и за меня. И поэтому, когда Он закричал «Отче, в руки твои предаю дух мой!» Это была молитва каждого верного Богу еврея в конце дня. «Родители, я хочу сказать кратко о главном. То, чему вы учите своих детей, в раннем детстве останется с ними, когда они вырастут». Наблюдение за вами и за вашими отношениями с Богом изменит их больше, чем любые слова. То, что мы вложим, очень важно. Вложение. В другом переводе говорится «не вкладываю дух, а предаю дух». Само это слово в оригинале означает, что ты можешь оставить что-то и быть уверенным на сто процентов, что ты найдешь то, что ты оставил в ценности и сохранности. Когда Иисус молился этой молитвой на кресте, «В руки твои предаю дух мой!» где в этот момент были его руки, они были прибиты к дереву. Они не были свободны. Злые руки прибили его ко кресту, повесили его на том кресте. И в Евангелии от Матфея, 17 главе, 22 стихе, Иисус предупреждал учеников, что «сын человеческий предан будет в руки человеческие». В Евангелии от Матфея, 26 главе, 45 стихе, Он сказал, «Сын человеческий предается в руки грешников, руки, которые прибили его ко кресту, руки, которые истерзали его тело, руки, которые надели терновый венец на него. Руки грешников сделали все худшее, что они только могли сделать». В руках грешников Он находился в тот момент. «Но теперь, теперь Он предал Себя в руки Своего Небесного Отца». Что это значило? Предать Себя в руки Небесного Отца. Это значило, что Он отправится в рай за всеми святыми, которые ждали Его там. Все ветхозаветные праведники, которые поверили Богу, как Авраам, и жили обетованием Бога, ожидая исполнения Его обетований, видя верой города, ими непостроенные. Вот почему Иисус сказал, что Он был еще до Авраама. Авраам видел день Его и радовался этому событию. Все те, кто были верны Ему и ждали креста, ждали Мессию, который придет и умрет на том кресте, все они были в раю и ждали, когда Иисус прольет Свою кровь. Их всех Он отвел на небеса. И там Он провозгласил свое господство предать Себя в руки Отца. Это значило, что Иисус воскреснет на третий день из могилы в прославленном теле. Это значило, что Иисус явит Себя ученикам и будет ходить с ними, есть с ними, жить с ними сорок дней. Он будет учить и наставлять их и посылать на миссию. Предать Себя в руки Отца означало, что они увидят, как Он возносится в небеса после сорока дней в славе и свете и услышат, как ангелы скажут, что тот же самый Иисус придет вновь, потому что вот что значило быть в руке Небесного Отца. Это означало, что Он придет вновь судить каждого, живущего на земле. И никогда, слышите, никогда более Он не будет в наших руках, но мы будем в Его руках. Мы будем спасены им. Я хочу задать вам вопрос. Пожалуйста, ответьте на Него себе сами, не кому-то другому, а себе. И будьте честными. Отдаете ли вы себя в руки вашего Небесного Отца, или же вы отдаете часть в Его руки, а часть оставляете в Своих руках? Вы должны ответить себе на этот вопрос. Это между вами и Богом. Просыпаетесь ли вы утром и говорите, «Господь, я предаю, отдаю свой бизнес в Твои руки» или же вы говорите, «Я отдаю в Твои руки эту проблему, а остальное я сделаю, пожалуй, сам». Говорите ли вы, «Отец, я предаю свою семью в Твои руки» или вы делаете это только тогда, когда в семье кризис? Говорите ли вы, «Господь, я вкладываю свою жизнь в Твои руки» или же вы делаете это только, когда вам нужно исцеление? Рано утром вы просыпаетесь и говорите, «Отец, я вкладываю свое будущее в Твои руки». Спрашиваете ли вы у Него о Его планах для вас и просите ли осуществить их или же вы делаете, как большинство христиан, говоря, «Бог, вот мой план, вот моя стратегия, благослови их, пожалуйста». Неудивительно, что мы не видим пробуждения. И до тех пор, пока мы не научимся говорить, «Отец, я предаю все в Твои руки». Знаете, одна женщина пришла к своему пастору, он был уже в служении 25 лет, она сказала, «Я живу в постоянном страхе». Он спросил, «Почему?» Спросил, «Чего она боялась?» Она сказала, «Я боюсь упасть. У меня страх, что я могу упасть. Духовно говоря, не физически. И ее пастор с мудростью ей сказал, «Знаешь что? Давай, упади». Она сказала, «Что? Вы на самом деле имеете в виду именно это?» Он сказал, «Да, сделай именно так». Потому что Библия говорит нам, что его бесконечно длинные руки ловят нас. И когда вы падаете, вы падаете не через его руки, а в его руки. Дорогие, поймите, когда Иисус говорил, что из тех, кого ты дал мне, я не потерял ни одного, это значило, что ни один из них не сможет пройти через руки Отца. Они упадут в его руки. Много людей живут в страхе, и мы знаем, что это от сатаны. Вы боитесь упасть. Но нет, нет, ведь если вы все вкладываете в его руки, то это придает уверенность. Вы живете в уверенности, а не в страхе, потому что Он даст вам силы преодолеть искушение. Когда вы предаете Ему все, Он берет все, Он благословляет все. Бог не только силен работать за сценой, Он также силен поменять сцену. Согласны ли вы на это? Можете ли вы сказать, «Отец, в твои руки я придаю дух мой». подметать в твои руки а погодите, вы у ете до дыма. понимаете? Вы смотрите, это вы знаете, вы вы в ca вы